Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Сканеры. А у них хорошая новость, действительно отличная новость. Таня пошла сдавать на права и сдала. Да, она сдала тест по теории. Сказала о том, что ей пришлось сдавать половину вопросов на русском языке, а половина вопросов была на английском языке. И ей пришлось таки собрать все знания английского языка в кучу. И вот она взяла и сдала. Ну что ж, друзья мои, это, конечно же, хорошая новость. Если честно, я не понимаю, почему было Тане не сдать этот тест, вообще не сдать, не получить права в штате Вашингтон, в котором они благополучно проживали практически два года. Ведь там, насколько я понимаю, ей можно было сдавать все экзамены, все вопросы бы она сдавала на русском языке. Но, вы знаете, странная реакция была у Татьяны, которую заметила, между прочим, не только я. Да, здесь уже не только на меня нужно пенять, но и ее собственный сын Илья. Он сказал, да, странно, говорит. Почему это, мол, мне весело, а мама идет и никоим образом не веселится? Вы знаете, а я и правда подумала, странно действительно идет, такая хмурая, словно не сдала экзамен. Но Таня объяснила это тем фактом, что она плохо получилась на фотографии. Папа был доволен. Папа был доволен, потому что мама сдала, я так понимаю, с первого раза пришлось потратить только 10 долларов. Каждая попытка сдачи экзамена по теории, насколько я понимаю, 10 долларов, чему папа был, наверное, несказанно рад. И тут, знаете, Илья предложил, говорит, а давайте-ка мы маму посадим за руль машины. Я сначала не поняла, а потом все поняла, потом до меня дошло. Оказывается, Татьяна, будучи учеником, сдав как раз-таки вот этот вот тест по теории, уже имеет право ездить рядом с Андреем за рулем. Да-да, вот именно так. В общем, ну, я не знаю, будет она это делать или нет. Андрей, конечно, стал ее успокаивать, говорит, ничего страшного, мамуля, месяц со мной поездишь, я тебя подучу, поднатаскаю, будет все отлично. Но, вы знаете, теперь у них другая проблема. Теперь они переживают за трассу, говорит, боязно выезжать на трассу. Ну, Андрею, я смотрю, вообще всегда все боязно. Не только выезжать на трассу, но и ходить по улицам Коламбуса, ему тоже было боязно, пока мама не приехала. Теперь, правда, ничего не боится. Может быть, конечно, он тогда хайповал, дабы всех посмешить, дабы, как говорится, было больше комментов. Все повозмущались, все об этом поговорили. Не знаю. Но и вот они рассказывают, что же у них там с трассами это творится в Джорджии. Говорит, вот, мол, в штате Вашингтон в этом плане было все гораздо проще. Люди были культурнее и значительно воспитаннее. Там, говорит, все друг другу уступали. А здесь, говорит, как у нас прямо на Украине, все друг другу сигналят, никто никого не пропускает. Ну, что ж, говорит папуля-мамуля, будем как-то решать, в принципе, этот вопрос. Да, согласны, теперь придется только, остается решать этот вопрос. В общем, везде свои минусы и плюсы. Все, как говорится, не слава богу. Там одни плюсы, здесь другие. Там одни минусы, там другие. Ну, а далее, сразу же после этого, не поверите, отправились в небольшое путешествие. Практически там, может быть, в соседний или через соседний какой-то городок, который, между прочим, прославился тем, что в этом городке проживает 39-й президент Америки. Да. Причем мама Таня раз 10 сказала, этот городок, этот городок, этот городок в этом городке. В общем, мы все поняли. Этот городок славится не только 39-м президентом Америки, который там благополучно родился и благополучно там сейчас проживает, находясь, по-моему, уже ему 90 с лишним лет, насколько я услышала. Так вот, он еще и славится самым вкусным арахисовым мороженым в Америке. Ну, вы знаете, в общем, получается, там есть аж целых две достопримечательности. Бывший президент и мороженое на чаше весов. Да, ну вы поняли меня, друзья мои, что я хотела вам сказать. Я просто, знаете, немножечко не поняла. Насколько я понимаю, это был будний день, и они поехали спокойно сдавать на права. То есть, получается, среди недели у папы тоже есть выходные, или у него есть выходные только в выходные. В общем, вроде как раньше я понимаю, когда он работал в магазине, соответственно, у него был график сменный, график там два через два, три через три, ну, везде по-разному, да. А здесь-то какой у него график? Почему он среди недели едет спокойной душой? Мало того, что сдавать тест по теории со своей собственной женой, да. То есть, это, в принципе, сделать можно в любой день, и сдать это можно тоже очень и очень быстро. Ну, и во-вторых, потом они едут в какой-то городок, дабы поесть мороженое и посмотреть на дом бывшего президента. Вот мне тоже это очень интересно, как это может все касаться работы, да. То есть, и так они уже много времени потеряли, когда переезжали. То есть, он там пару недель практически брал за свой счет, и здесь опять он берет выходные. Ну, не знаю. Для меня это удивительно, если честно, потому что у меня таких поблажек никогда не было, когда я работала. Да и не только у меня, и у всех моих родных, близких, друзей и знакомых. Особенно, когда ты только-только устроился на работу. Может быть, конечно, у него какие-то, ну, особые там условия для него по знакомству или еще как-то, хотя, насколько я знаю, в Америке это не принято. Да. Так вот, друзья мои, ладно, возвращаемся к этому чудному городку. Приехали они в этот городок, припарковались и зашли, ну, так скажем, в антикварный магазинчик. И Андрей говорит, о, а мне здесь это напоминает, говорит, бабушкин дом. Пахнет, говорит, затхлостью. Тут мне уже стало смешно. На что Таня сказала, а мне, говорит, это напоминает запах музея. Ну, да, вот ближе к запаху музея, конечно же. Я все понимаю, но вы знаете, вот лично у меня ассоциация с домом бабушки или с квартирой бабушки у меня всегда это прекрасные ассоциации со свежестью, с запахом сирени, с запахом пирогов, тортов и так далее, поскольку у бабушки всегда очень чисто, у бабушки очень красиво, моя бабушка любит порядок, да, я не знаю, ну, уж никак не с запахом затхлости, как можно вообще было такое сказать про собственную, в принципе, бабушку. Ну, очень, очень и очень мне странно. Ну, так вот, зашли они в этот магазинчик, и Андрея тут же прямо, знаете, как любители искусства потянула на картины. Я смотрю, он в последнее время постоянно, постоянно у нас такой специалист по картинам, куда бы он ни пришел, в любой магазин его постоянно тянет на картины. И вот он увидел картину, по-моему, стоимостью 85 долларов, говорит, о, это, мол, совсем копейки, говорит, но не такая размазня, говорит, как та, которая вот у нас там продается. Далее увидел картину в какой-то позолоченной рамке, в такой резной, знаете, и сказал, во, нифига себе, вот это 245. В общем, да, он пошел по картинам, дети тут же уселись, расселись на стулья, словно их туда приглашали. Родители, правда, на этот раз сделали им замечание, но дети продолжали обследовать все, что можно и нельзя. Удивлялись они всему и столиком, и стульям, и столам 50-го года, и бутылочкам из-под кока-колы 2002-го года. В общем, да. Ну, а далее, выйдя из этого магазинчика, расстроились, что соседние магазинчики были почему-то закрыты, говорит, вот-вот, мол, они закрыты из-за того, что сейчас пандемия. Но об этом я еще немножко попозднее расскажу. Не успели зайти, кстати, в магазин с мороженым, магазин с арахисом, как тут же им дали продегустировать и мороженое, и арахис, и, конечно же, все это дело им сразу же понравилось. Они заукали, заакали, мол, типа, как же это все вкусно, и стали тут же выбирать арахис. И мама, так, знаете ли, разошлась, говорит, я хочу арахиса с таким вкусом, и со вкусом клубники, и со вкусом персика, и со вкусом корицы, и тут папа ее, как всегда, спустил с небес на землю и говорит, хватит. И так уже почти на двадцатку набрали. Вот, блин, знаете, у папы Андрея и муха без билета не пролетит. У него никогда не разгуляешься, даже если очень захотеть не получится. Помимо арахиса, их внимание привлекли какие-то баночки, не зная, что там было, то ли варенье, то ли джем, да, они сказали, что еще прикупили щербет, прикупили еще мороженое, и вышли полакомиться им на улицу. Нашли какую-то там одну единственную скамейку, и уселись на эту скамейку, начали есть мороженое, и, вы знаете, и так всем восхищаться. Я вот так вот посмотрела на все, на это, да, сидят они, мимо проезжают машины, сидят они на улице, на которой находится всего несколько, буквально несколько домов, одна единственная скамейка, дерево, и вот они с этим мороженым. Я не знаю, что так, чему так сильно они восхищались, что их так все время удивляет и поражает. Вот мне, если честно, это действительно не понять. Ладно бы, там была какая-то красивая природа, какая-то очень красивая архитектура, или еще что-то красивое, какой-то современный красивый город, что-нибудь, что-нибудь, но там абсолютно ничего не было. Просто какой-то захолустный, это даже не городок, это действительно маленькая-прималенькая деревня, которую знают только местные, только свои, ну, может быть, еще те, которые интересуются, интересуются Америкой, проживая непосредственно в самой Америке, в общем, да. Ну что ж, начали они поедать это мороженое, Андрей признался и сказал, да, мол, это самое вкусное мороженое, которое я когда бы то ни было пробовал. Ульяна тут же, смотрю, стала психовать, потому что мухи очень активно летали, облепили ее все, она говорит, вот они мне уже, блин, надоели и так далее. Я так понимаю, ребенок, наверное, скорее всего, просто устал, да. Ну, а далее наши герои, вот, вы знаете, как всегда ходили, всему удивлялись, пошли дальше, посмотрели, что же там есть. Удивлялись, кстати, они вот этому 39-му президенту нашли там карту и говорят, ничего себе, а с чего это 39-й бывший президент Америки решил обосноваться типа в этом маленьком вообще богом забытом городочке. Ну, и пришли к выводу о том, что он приехал сюда, поскольку он в этом городке, в принципе, и родился. Кстати, они оказались справы, да, и собрались ехать к этому бывшему президенту домой, говорит, может быть, он нас ждет, конечно. Что ему еще остается только ждать сканеров, когда же они к нему побыстрее приедут. Ну, и подъехали к музею вот этого президента, да, двери там были закрыты, двери закрыты. Они говорят, вот, мол, типа, двери закрыты, но это из-за пандемии. Ребята, я просто немножко не понимаю, почему двери музея закрыты из-за пандемии, двери многих магазинов, вот, некоторых магазинчиков, которые были, были тоже закрыты из-за пандемии. Почему магазинчик, в котором продавалось мороженое И арахис, не то, что он был открыт, там еще люди работали даже без масок, вот объясните мне, пожалуйста, кто проживает в Америке, да, такой моментик, потому что даже если сейчас у них безмасочный режим, то почему тогда другие, так скажем, учреждения какие-то закрыты, в общем, мне вот стало это интересно, да. Ну что ж, походили они погуляли, Ульяне все это дело надоело, папа с Ильей пошли далеко вперед, мама шла, видимо, тащила Ульяну, Ульяна уже устала, родители ее ухайдокали, она просто бедный ребенок ходила и хныкала, ей, наверное, все это надоело. Ну, на этом, в принципе, мини-путешествие сканеров подошло к концу, да, проехали они все-таки мимо, мимо, вот дом бывшего президента сканеры посмотрели из окон своей собственной машины, в итоге поделились впечатлениями от поездки, сказали, что обязательно, всем просто обязательно, первонаперво надо заехать в этот городок ради вкуснейшего мороженого. Ну, а то, что поглазеть на домик президента они толком не смогли, они как-то, знаете, не особо-то и расстроились, ну, кто бы, в принципе, сомневался, ничего не меняется, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился обзор, естественно, всех целую и обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите друг друга здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока, все, мои хорошие, удачных вам выходных, пока!